Что такое хорошо, а что такое плохо? И подсказывает совесть. Компас, это внутренний компас. Она все подсказывает человеку. Только вот люди все разные. Я не имею в виду по психотипам с медицинской точки зрения. Сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики. Нет. Вот интересная вещь. Я как-то прочитал, что в древнем Египте всех людей классифицировали по определенным предназначениям их. Ну и, соответственно, еще по каким-то другим их характеристикам. Какие это были классы? Рабы, животные, демоны и люди. Вот как определяли они? Рабы. Это не совсем то, что мы представляем, когда читали учебники истории. Совсем нет. Рабы в то время, это мог быть и извозчик, который возил, перевозил по городу граждан. Но он работал на чужую идею, на чужого хозяина. Точно так же парикмахеры, люди в сфере обслуживания. Сегодня это практически то же самое. Время ничего не изменило в общественности, в людях. Это то же самое. Сегодня и парикмахеры, и официанты, которые склоняются, улыбаются вам, говорят, с вас вот столько-то, столько-то. Они все работают на чужую идею. Вот это и есть в понятии древних египтян рабы. Дальше идут животные. Животные это такой тип людей, которым ничего не надо. Вот они обеспечены. Это дети богатых родителей. Они обеспечены выпить, закусить, секс и получать только удовольствие от жизни. Вот если в голове мозгов мало, то значит, больше им ничего не надо. Если они продвигаются, там папа помогает им по служебной лестнице подниматься, ну вот они, значит, тогда каким-то образом продвигаются. Незаслуженно, кстати говоря. Незаслуженно, я считаю. Каждый человек сам должен добиться продвижения. Это вот животные. Третий, это демоны. Это те, которые умеют подчинить коллектив себе, направить его в нужном направлении. Нельзя говорить, что такие люди, лидеры, как говорят сегодня, они не обладают свойствами других. Нет, они могут быть и животными, такими же эти демоны. Они могут быть и рабами. Но почему нет? Возьмите чиновника какого-нибудь. Он на нижних, на подчиненных, он их вообще готов в клочья разорвать. А когда он идет к своему начальнику, то он перед ним трепещет. Он готов для него все сделать. Не дай бог, он место свое потеряет. Должность потеряет. Это же для него ужасно. Вот это класс демонов. И последний класс, это человек. Человек добропорядочный. Вот таких людей, которые понимают, что такое совесть, и руководствуются этим в жизни. Я бы сказал, что далеко, ну, ну не очень-то уж их так много, таких людей. Все равно они идут где-то на сделку со своей совестью. Воруют, казнократство, мошенничество, жульничество, врут, ложь. И это, заметьте, не на самых низовых наших слоях общества. Это сейчас даже стало некоторой модой. Вот там, наверху. Поэтому представляю вам свою очередную песню. Она, конечно, тоже детского направления, из моего детского альбома. Что такое совесть? Да, брат, это совесть. Совесть? С ней все время проблемы. Ты хочешь сделать так, а она по-другому. А если ее не послужить, замучает, спать не даст. С ней, брат, лучше не спорить. А что такое совесть? Если ты дружок, весь в сомнениях, что-то не так, волнуется душа. В голове твоей путаются мысли. Ты пошел не той дорожкой, это неспроста. Ты сотворил недоброе дело. Кого-то обманул или обидел вдруг. Запомни-ка, дружище, чистая совесть – это твой самый верный трог. Совесть твой компас, он путь укажет. Чистый мир, где живут чудеса. Реки, горы, родные просторы, Яркие звезды на небесах. Реки, горы, родные просторы, Звезды на небесах. Совесть тебя в беде не оставят, И ей придется дать честный ответ. В каждом век она тихо спросит, По совести живешь ты или нет. Трудно стать хорошим человеком. В нашей жизни так много зла. Твори добро, и только так поймешь, наверное, Что такое чистая совесть твоя. Совесть твой компас, он путь укажет. Чистый мир, где живут чудеса. Реки, горы, родные просторы, Яркие звезды на небесах. Реки, горы, родные просторы, Звезды на небесах. Совесть твой компас, он путь укажет. Чистый мир, где живут чудеса. Совесть твой компас, он путь укажет. Твой мир, где живут чудеса. 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 Чудеса.